Красная площадь Дорогие москвичи и гости нашей прекрасной столицы, дорогие друзья, товарищи, сегодня 1 мая 2017 года Россия вновь встречает день международной солидарности трудящихся. На улицах и площадях столицы вновь праздник весны и труда. Трансляцию с главной площади страны ведут народный артист России Евгений Хорошевцев и народная артистка РЗФСР Анна Шатилова. 1 мая в Москве это дух коллективизма и уважения к человеку труда. Это чувство причастности к великим достижениям великой страны. Это преемственности традиции. 1 мая в Москве это демонстрация профсоюзов за социальные права и гарантии. Мы знаем, что только солидарность, сплоченность и добросовестный труд помогут нам преодолеть любые сложности и испытания. Сегодня здесь в сердце России прозвучат наши лозунги и справедливые требования за достойную работу, зарплату, жизнь. Профсоюзы за достойную жизнь человека труда. Профсоюзы за справедливость. За социальную сильную политику. Нет серым зарплатам. Нет снижению социальных гарантий. Достойная старость, достойная пенсия. Детям право на отдых и оздоровление. Профсоюз твоя защита. В профсоюзе твоя сила. В 1 мая в 6 принимают участие представители всех профессиональных союзов Москвы. Строители и учителя, врачи и ученые, служащие и студенты, работники промышленности и транспорта, энергетики и связи, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, социального обслуживания и культуры, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, победители конкурса профессионального мастерства, московские мастера. В первых рядах демонстрантов председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев. Вместе с нами в рядах демонстрантов мэр Москвы Сергей Собянин. В 2017 году в Москве исполняется 870 лет. Это наша юбилейная, древняя и всегда столица встречает в трудах, которые приумножают ее славу и достижения. Москва – это созидание и развитие. Москва – это современные детские сады и лучшие школы. Москва – это качественная и доступная медицина. Москва – это уютные дворы и прекрасные парки. Москва – это быстрый и надежный общественный транспорт. Москва – это уважение к прошлому, ценность настоящего и уверенность в будущем. Москва – это столица Великой России. Лучший город Земли. Ура! Лучший город демента Великой России. Сегодня профсоюзы Москвы заявляют о своей солидарности со всеми трудящимися в борьбе за достойный труд и социальную справедливость. Девиз Московской Федерации профсоюзов «Единство, солидарность, права человека труда». Мы поздравляем с первымаем идущих в наших колоннах трудящихся города Москвы и особенно тех, кто удостоен высокого звания Героев Социалистического Труда и Героев Труда Российской Федерации. Человек труда – это основа нашего общества. Профсоюзы выступают за достойный труд и за стабильное развитие. Профсоюзы требуют минимальную заработную плату на уровень не ниже прожиточного минимума. Установить размер государственной пенсии, гарантирующей право на достойную старость. Цель профсоюзов – повышение зарплаты, полная занятость, безопасные условия труда, обеспечение выполнения трудового законодательства. Да здравствует Первое Майя! Мир, труд, май! За достойную работу, зарплату, жизнь! Профсоюзы за достойную жизнь человека труда. Профсоюзы за справедливость. За сильную социальную политику. Нет серым зарплатам. Нет снижению социальных гарантий. Достойная старость, достойная пенсия. Детям право на отдых и оздоровление. Профсоюз – твоя защита. В профсоюзе – твоя сила. Мы поздравляем с Первомаем идущих в наших колоннах трудящихся города Москвы. И особенно тех, кто удостоен высокого звания Героев Социалистического Труда и Героев Труда Российской Федерации. Человек труда – это основа нашего общества. Профсоюзы выступают за достойный труд и за стабильное развитие России. Ура! Ура! Дорогие друзья! Вас приветствует председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев. Здравствуйте, дорогие москвичи! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые гости столицы! Здравствуйте! Мне выпала большая честь приветствовать вас от имени Московской Федерации профсоюзов. И пожелать вам добра и благополучия. Достойно праздновать Международный день солидарности трудящихся. Праздник весны и труда. Первое мая! Ура! Сегодня нам есть что отмечать и чем гордиться. Ибо здесь, на Красной площади, люди, которые своими руками, сердцами, умами, волей делают наш город более краше, достойнее. Нашу страну могучей и непобедимой. Да здравствует Россия! Слава человеку труда! Ура! Ура! Все, что нами сделано, сделано благодаря пожилым, а ныне ветеранам. Честь и слава ветеранам труда и войны. Все, что нами делается, делается для детей. Так будь же счастье, достойная жизнь и желание творить вместе в едином порыве, дарует нам новые и новые победы. Да здравствует человек труда! Слава России! Слава городу-герою Москве! С праздником, дорогие товарищи! Мир, труд, май! Ура! Дорогие товарищи, вас приветствует председатель Федерации Независимых профсоюзов России, Михаил Шмаков! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, товарищи! С праздником вас! С нашим праздником! Днем международной солидарности трудящихся! Сегодня этот праздник празднуют более чем в 140 странах мира. И на вопрос, в чем солидарность трудящихся мира, я всегда отвечаю, солидарность трудящихся мира в одном, в той несправедливости, которую принесла во все страны так называемая глобализация. Глобализация, которая рядилась достаточно красивой одежды, но тем не менее во все страны приносит сокращение заработных плат, нищету, наступление на права трудящихся. В этом и есть солидарность. Все страны, трудящиеся всех стран, демонстрируют свое непринятие подобной политики. Сегодня в России мы празднуем этот день традиционно в наших колоннах более 2,5 миллионов граждан России, активистов профсоюзов. Праздник начался на Дальнем Востоке, на Камчатке, на Сахалине, во Владивостоке. Там прошли 30-40 тысячные митинги и шествия. Самое грандиозное шествие прошло по Вантовому мосту во Владивостоке, где 45 тысяч участников демонстрации прошли, кроме своих площадей и улиц, по этому мосту над заливом. Поэтому, конечно, наша 100-тысячная демонстрация в Москве внесет свой вклад в этот праздник. Что такое праздник? Праздник – это демонстрация. Демонстрация нашей силы, нашей организованности, нашей солидарности, нашей воли добиться тех целей, которые мы ставим и которые обязаны выполнять правительство всех регионов правительства России. А именно, достойный труд, достойная заработная плата, достойная жизнь. И мы будем добиваться, чтобы это произошло. Уже есть сдвиги, но они слишком маленькие. Сейчас, тем не менее, нам пытается финансово-экономический блок российского правительства навязать новые налоги, новые поборы, новые несправедливые правила ОСАГО, новые несправедливые сборы, а также несправедливую оплату коммунальных услуг. Но это происходит на фоне не повышения, а иногда и снижения заработной платы. Мы не допустим этого. Это наш твердый голос. Ура! Сегодня на нашем празднике много детей. Я приветствую все молодежь, которые вместе с нами. Конечно, наших ветеранов, конечно, тружеников наших основных секторов деятельности, как в Москве, так и в России в целом. Особое мое поздравление с сегодняшним праздником нашим детям. Дети, которые со школьной скамьи, со школьных лет принимают участие и будут нести эту традицию дальше. С праздником вас, уважаемые товарищи! Мир, труд, май! Ура, товарищи! Московские профсоюзы выступают за справедливость, достойную жизнь и рост благосостояния москвичей. Вместе с трудящимися столицы в праздничных колонах демонстрантов идут и профсоюзы Подмосковья. Вместе мы можем больше! На главной площади страны проходят труженики Московской железной дороги. Невозможно представить крупнейший столичный мегаполис без красивых вокзалов, высокоскоростных пассажирских поездов и электричек, перевозящих миллионы людей. Приветствуем железнодорожников Москвы и Подмосковья! Ура! Приветствуем колонну Московского электропрофсоюза! С праздником вас, дорогие друзья! Ура! В рядах демонстрантов работники Московского здравоохранения. Столичная медицина – это современное оборудование и передовые методы лечения. Это повышение доступности амбулаторной помощи и увеличение числа высокотехнологичных операций. Это внимательные, заботливые врачи, медицинские сестры. Продолжительность жизни москвичей превысила 77 лет – максимальный показатель за всю историю города. Профсоюз работников здравоохранения Москвы выступает за строительство новых больниц и поликлиник. Повышение заработной платы врачей и медицинских сестер. Московским врачам высокий социальный статус. Здоровье людей превыше всего! Дорогие друзья, с Днем Международной Солидарности Трудящихся вас поздравляет председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Здравствуй, Москва! Здравствуй, Россия! Сегодня мы с вами здесь, на Красной площади, собрались, чтобы показать, что все мы солидарны, что все мы люди труда. Сегодня в нашей столице, в нашем городе, несмотря ни на что, появляются новые предприятия, новые рабочие места. Московская городская дума вместе с трудящимися ставит себе одну задачу – достойный труд, достойная зарплата, достойная жизнь. С праздником, с первым мая! Мы приветствуем на Красной площади московских спортсменов, олимпийских чемпионов и чемпионов мира славу и гордость отечественного спорта. В 2016 году на Олимпийских играх в Бразилии в составе сборной команды России выступили 88 москвичей. Они внесли большой вклад в успешное выступление нашей национальной команды, завоевав 11 золотых медалей российской сборной. Москва – это столица олимпийских чемпионов. Москва – это лучшая спортивная инфраструктура. Спорт – стиль жизни четырех миллионов москвичей. Завтра их станет больше. Потому что во дворах, в парках, в скверах, в спортивных залах и на стадионах у москвичей есть все возможности для активного отдыха и занятий спортом. Больше спорта – больше сил, больше радости, больше здоровья. Слава московским спортсменам, достойным продолжателям победных традиций отечественного спорта. Ура! На Красной площади проходит колонна работников жилищно-коммунального хозяйства Москвы. ЖКХ – жизненно важная сфера города, отвечающая за тепло и свет в домах москвичей, за чистоту дворок и дорог, за красоту улиц и парков. Это огромный объем работы, с которой успешно справляются полмиллиона работников ЖКХ столицы. Сегодня в рядах демонстрантов работники Мосгаза, Мосводоканала, МОЭКа, Мослифта, Моссвета, Мосзеленхоза, Москоллектора, Мосводовостока, Гормоста, автомобильных дорог и других коммунальных предприятий столицы. В первомайских колоннах работники районных учреждений жилищник, управляющих компанией и подрядных организаций. ЖКХ Москвы работает качественно и надежно, без аварий и происшествий. В московских домах всегда есть свет, тепло, вода – три главных источника уюта и комфорта. Дорогие друзья, вас приветствует председатель профсоюза муниципальных работников Москвы Сергей Чалый. Дорогие москвичи, сегодня я приветствую работников жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы. Низкий поклон тем, чьи руки сделали из Москвы чистый, уютный, красивый, удобный для жилья город. Каждый москвич привык к комфорту, когда из крана всегда льется горячая, холодная вода, когда люстры вспыхивают ярким светом, а к каждой газовой плите проходит, подходит бесперебойно газ, а улицы чистые и уютные. Дорогие друзья, это ваш самоотверженный труд. Огромное вам спасибо. Я горд тем, что вы поручили мне защищать ваши права и интересы. Да, у нас еще есть недостатки и трудности. Есть проблемы с обеспечением работой. Есть проблемы с уровнем зарплаты, с охраной труда. Но я уверен, что профсоюзы Москвы совместно с объединением работодателей и правительством города сделают все возможное для благосостояния москвичей. Профсоюзы требуют достойной работы, достойной зарплаты, достойной жизни каждому москвичу. Мир, труд, май! Да здравствует Первый май! Ура! Ура! Правительство Москвы продолжает масштабную программу благоустройства города. В 2017 году новый облик получат свыше 80 улиц столицы. На Тверскую заставу вернется трамвай и вновь станет на свое место буревестник революции Максим Горький. Уют и комфорт вернутся на Садовое и Бульварное кольцо. Новая пешеходная зона свяжет Лубянку с Политехническим музеем и Ильинским сквером. Возле Храма Христа Спасителя и Пушкинского музея появится больше места для отдыха и прогулок. Парк ремесел, парк знаний, парк аттракционов, ландшафтный парк и другие парковые зоны будут созданы на ВДНХ. А в центре Москвы, в двух шагах от Кремля, откроется лучший в мире парк Зарядье. Набирает обороты программа капитального ремонта жилья. В 2017 году будут полностью заменены отслужившие свой срок устаревшие лифты. Правсоюз муниципальных работников поддерживает планы благоустройства Москвы. Мы за достойную жизнь в красивом городе. Мы за парки и пешеходные зоны. Мы за комфорт и уют в наших домах и дворах. Капитальный ремонт жилья качественно и взрок. Москвичам качественные услуги ЖКХ. Работникам отрасли достойную зарплату и безопасные условия труда. С праздником, дорогие друзья! С Первомаем! Ура! Капитальный ремонт жилье. Капитальный ремонт жилья. Капитальный ремонт жилья. Праздничное шествие продолжает колонна работников образования. Дорогие друзья, вас приветствует заместитель председателя Московского профсоюза работников народного образования и науки Константин Кужевкин. Доброе утро, москвичи! Доброе утро, друзья! Добрый день, уважаемые коллеги! В этом году, Первомай, мы ждали как никогда долго и с нетерпением. Труд мы ощущали, а вот весна не спешила приходить. И очень символично, что именно на эти праздничные дни весна и труд соединились с праздником, друзья, весны и труда. Профсоюз образования – это крупнейшая профсоюзная организация в Российской Федерации. Московская городская организация объединяет около 300 тысяч членов профсоюза. И я приветствую колонну профсоюза образования. В нашей колонии сегодня идут руководители образовательных организаций, учителя, воспитатели, преподаватели, студенты, социальное партнерство, а также уважение прав профсоюзных организаций – это наша основа взаимодействия. Дорогие друзья, у нас в системе образования существует принцип. Хочешь получать, зарабатывать больше – показывай высокие результаты. А если нужна помощь и поддержка – обращайся к нам в профсоюз. Сегодня в 95% образовательных организаций существуют действующие коллективные договоры. Их задача – сделать условия труда безопасными. Уровень заработной платы объективно открытый и справедливый, а труд – достойным. Более тысячи преподавателей сегодня участвуют в наших социальных программах по оздоровлению, по спорту, по отдыху. Наш профсоюз молод. Третьего членов – это молодые педагоги. В прошлом году у них родилось более 1 тысячи 100 детей. И они, каждая их семья, получили материальную поддержку от профсоюза. Дорогие друзья, в единстве наша сила. Приходите, вступайте в наш профсоюз. Объединяясь с нами, становишься сильнее. С праздником! В прошлом году московские школы взяли новую высоту. По уровню читательской и математической грамотности столичные школьники вошли в десятку лучших в мире. 150 московских школ входят в число 500 лучших школ России. 700 москвичей стали победителями и призерами Всероссийской Олимпиады. А 9 самых ярких и талантливых московских ребят взяли золото на международных олимпиадах школьников. Мы гордимся столичным образованием. Это талантливые учителя и успешные выпускники. Это новые школьные стадионы и спортивные площадки. Это лучшие в мире детские сады. Это особая забота о детях-инвалидах. Это достойная оплата труда и высокий престиж педагогов. Профсоюз работников образования требует увеличения финансирования школ и детских садов. Инвестиции в образование – лучший вклад в будущее Москвы и России. Московским школам самые современные информационные технологии. Учим детей, растим граждан, воспитываем патриотов. Учительскому труду – почет и уважение. Ура! Приветствуем студентов и преподавателей славных столичных вузов. Профсоюзы Москвы требуют повышения социальных стипендий для нуждающихся студентов. Расширение городской стипендиальной программы для студентов, участвующих в проектах правительства Москвы. Развитие связей со школами. Вчера школьник, сегодня абитуриент, завтра студент. Сохранение льготного проезда на общественном транспорте. Больше возможностей для студенческого спорта и культуры. Больше простора для реализации молодежных инициатив. Поздравляем работников образования и науки с праздником весны и труда. Ура! Дорогие друзья, в 2017 году исполняется 25 лет, как московские профсоюзы заключили первое трехстороннее соглашение о социальном партнерстве с работодателями и правительством Москвы. Все эти годы наше партнерство определяло социальное самочувствие столицы. Вместе мы удержали безработицу на минимальном уровне. Вместе помогли тысячам людей найти новую работу. Вместе решали вопросы роста оплаты труда. Вместе добивались повышения пенсии и пособий. Вместе сохранили уникальную систему детского отдыха. Вместе создавали условия для повышения квалификации специалистов. Мы боролись с рейдерским захватом предприятий за восстановление справедливости в отношении трудовых коллективов и собственников. И сегодня, несмотря на все трудности и проблемы, московская экономика демонстрирует уверенный рост. В 2016 году объем инвестиций превысил 1,7 триллиона рублей, достигнув рекордных показателей за всю историю современной России. Сегодня профсоюзы и предприниматели требуют поддержки отечественного производителя. Живем в России. Производим в России. Покупаем российское. Мы требуем повышения качества профессионального образования в вузах и в колледжах. Мы требуем снижения инфляции и доступного кредита для инвестиций. Мы требуем жестко пресекать незаконную миграцию. Ни легалам ни места в Москве. Да, патентам. Нет возврата к квотам. Профсоюз – твоя защита. В профсоюзе твоя сила. Ура! В первомайской демонстрации участвуют работники промышленных предприятий столицы. Современная московская промышленность – это светлые головы и золотые руки. Это талантливые инженеры, толковые рабочие. Это высокие технологии инвестиций в техническое перевооружение. Это конкурентоспособная и уникальная продукция, которая находит своего покупателя далеко за пределами России. Сделано в Москве. Сделано со знаком качества. Сегодня в праздничных колоннах трудящиеся предприятия и организации авиационной промышленности Москвы. В составе колонны работники российской самолетостроительной корпорации «МИК», МПО «Салют», Московского машиностроительного предприятия имени Чернышева, авиационного комплекса имени Ильюшина, Московского вертолетного завода имени «Мили», корпорации «Туполев», института имени Жуковского и многое другое. Среди вас ветераны труда, заслуженные работники отрасли, представители трудовых династий, в колонии демонстрантов много молодежи. Современная могучая авиация укрепляет обороноспособность государства и связывает незримыми нитями нашу огромную страну. Авиационная промышленность всегда служила локомотивом развития страны, авиастроителем России. Ура! Вас приветствует заместитель председателя Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, работодателей, Мария Филина. Дорогие друзья, действительно, четверть века работодатели, профсоюзы и власть едины интересами. Развитие производства, инженерной школы, интереса молодежи к техническим и рабочим профессиям. Сегодня Москва инновационный центр с современными и безопасными условиями труда и с уверенностью молодежи, что жить и работать нужно в России. Да, мы едины, потому что мы чтим историю и помним, что разрозненность разрушала цивилизации, а дружба и солидарность всегда помогала строить сильное государство. Дорогие друзья, все те, кто составляет трудовую славу нашего города, с праздников вас, в уверенности в завтрашнем дне и стабильности. Мир, труд, май! Ура! На площадь входит колонна трудящихся предприятий оборонного комплекса, судостроительной отрасли, радиоэлектроники, машиностроения и легкой промышленности. В первомайских колоннах работники агропромышленного комплекса Москвы приветствуем труженик крупнейших молочных и мясных комбинатов, кондитерских фабрик и хлебозаводов, продукция которых известна и любима многими поколениями москвичей. Приветствуем студентов и преподавателей славных столичных вузов Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, Ветеринарной академии имени Скрябина и других вузов и колледжей столицы. Дорогие друзья, крупнейшей отраслью экономики является строительный комплекс столицы, строительных предприятий, проектных институтов и архитектурных бюро трудится более 900 тысяч человек. В 2016 году московские строители сдали свыше 8 миллионов квадратных метров недвижимости. Москвичи получили 390 новых жилых домов, 31 школу и детский сад, порядка 30 других социальных объектов. В городе появилось 90 новых магазинов, гостиниц, офисов, торгово-развлекательных центров и производственных зданий. Объемом дорожного строительства 2016 год стал и вовсе рекордным. Введено в эксплуатацию 117 новых километров, 117 новых дорог и 45 мостов, эстакад и тоннелей. А самый главный подарок Москве строители преподнесли ко дню города. Было открыто московское центральное кольцо, наземное метро, без которого уже невозможно представить себе столицу. Сегодня в праздничных колоннах трудовые коллективы крупнейших строительных компаний столицы. Спасибо вам за созидание и развитие нашей любимой столицы. Дорогие друзья, вас приветствует председатель Московского профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов Валерий Лаптев. Дорогие москвичи! Дорогие строители Москвы! Ура! Сегодня в этот прекрасный день 1 мая строители, созидатели вышли вот этой неизмолкаемой, неисчерпаемой колонной приветствовать Москву и Россию, приветствовать весь трудовой народ. Я сегодня хочу сказать, что Москва строится, Москва хорошеет, мы имеем много работы, мы строим метро, дороги, школы, больницы, поликлиники и самое главное сегодня мэр Москвы организовал еще большую программу переселения из Ветхого домостроения 50-х годов, так называемый план большой реновации. Нам нужны новые строители. Я приглашаю выпускников колледжей, выпускников институтов к нам строительные организации. А сегодня мы вышли с требованиями и я требую от работодателей, чтобы сегодня на каждом предприятии был коллективный договор, чтобы был социальный пакет, чтобы высокопроизводительному труду была высокая достойная заработная плата. И еще я обращаюсь ко всем средствам массовой информации, к журналистам, к телевизионщикам, обращаюсь, чтобы все средства показывали человека труда, чтобы ему показывали хороший, великий труд, чтобы показывали династии, чтобы говорили спасибо рабочему человеку, инженеру, архитектору. Дорогие друзья, мы сегодня стоим у праздника, великого праздника еще одного, день победы. Победы, победы нас с вами, России, победы. Дорогие друзья, праздником мира, труда, победы. Ура! Строителям Москвы и слава строителям Москвы! Ура! 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 В 2017 году Москва планирует начать масштабную программу реновации кварталов пятиэтажной застройки. Предстоит расселить и снести тысячи ветки хрущевок, а на их месте построить новое комфортное жилье для сотен тысяч москвичей. Профсоюзы уверены, что эта грандиозная задача по плечу стройкомплексу столицы. Мы выступаем за реновацию пятиэтажек строительства комфортного города двадцать первого века, за качественную и современную застройку, за сокращение сроков строительства новых домов. москвичам достойное жилье. Наряду с реновацией пятиэтажных кварталов московские строители продолжат реализацию других городских программ. Строят дороги, развязки, детские сады и школы, больницы и поликлиники. Только в этом году будет построено девятнадцать новых станций метро, рядом с которыми будут жить или работать больше одного миллиона москвичей. В ближайшее время строители сдадут в эксплуатацию Олимпийский стадион Лужники, лучшую футбольную арену мира, главный стадион чемпионата мира по футболу. Москва строится, Москва меняется, строим на совесть, строим для людей. Столичный стройкомплекс локомотив развития города. Ура! Продолжение следует... Сегодня профсоюзы Москвы заявляют о своей солидарности со всеми трудящимися в борьбе за достойный труд и социальную справедливость. Девиз Московской Федерации профсоюзов единство, солидарность, права человека труда. Ура! Мы поздравляем с 1 мая идущих в наших колоннах трудящихся города Москвы. Человек труда это основа нашего общества. Профсоюзы выступают за достойный труд и за стабильное развитие России. Профсоюзы требуют минимальную зарплату на уровень не ниже прожиточного минимума. Установить размер государственной пенсии, гарантирующей права на достойную старость. Цель профсоюзов повышение зарплаты, полная безопасность и занятость, обеспечения выполнения трудового законодательства. Да здравствует 1 мая мир, труд, май, ура! На Красной площади колонны работников социальной защиты. Доброва и отзывчивость, стремление быть рядом с теми, кому одиноко и плохо. Этими достоинствами обладает каждый социальный работник Москвы. Ваш ежедневный труд помогает улучшать социальное самочувствие миллионов москвичей. Благодаря вам в нашем большом городе становится меньше черствости и равнодушия. Московская система социальной защиты лучшая в стране и одна из лучших в мире. Более двух миллионов пенсионеров получают московские доплаты к пенсии до городского социального стандарта. Свыше четырех миллионов человек пользуются льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг. Более трех с половиной миллионов москвичей имеют право бесплатного и льготного проезда на городском транспорте. В Москве проживают 15 тысяч инвалидов и участников Великой Отечественной войны и 80 тысяч дружеников тыла. Забота о ветеранах, достойная жизнь поколения победителей, нравственный, человеческий долг каждого из нас. В 2016 году Москва приняла дополнительные меры социальной поддержки. Инвалидам сохранены льготы по оплате коммунальных услуг, независимо от объема потребляемых ресурсов. Десятки категорий москвичей получили льготы по оплате взносов на капитальный ремонт. Москва становится более дружелюбной для инвалидов. Городская среда перестала быть полосой препятствий для маломобильных граждан. Тротуары и пешеходные переходы имеют удобные сходы на проезжую часть. На маршрутах общественного транспорта работают низкопольные автобусы и троллейбусы. А доля городских зданий оборудованных удобными пандусами выросло до 88%. Социальная служба Москвы это защита и забота, надежность и достоинство. Россия социальное государство. Москва социальный город. Профсоюзы Москвы требуют сохранять социальные льготы для всех нуждающихся граждан. Развивать востребованные формы социального обслуживания. Повышать уровень жизни москвичей старшего поколения. Ветеранам особое внимание и особый уход. Инвалидам достойные условия для достойной жизни. Городская среда без барьеров и с комфортом. Каждому ребенку сироте право на семью, право на счастье. Работникам социальной защиты достойную заработную плату. Поздравляем работников социального обслуживания с праздником весны и труда. Ура! Приветствуем работников торговли и общественного питания, которые сейчас идут по Красной площади. Москва избавилась от диких грязных рынков и старых страшных ларьков. Каждый год жители города получают сотни новых современных удобных магазинов и объектов сервиса. За последние шесть лет в Москве было введено более четырехсот объектов торговли общей площадью восемь миллионов квадратных метров. Крупные торгово-развлекательные комплексы и трина динамично развивающегося потребительского рынка. Москвичи полюбили ярмарки выходного дня. Простые, удобные, со свежими, вкусными, доступными продуктами. Они прочно прописались в жилых районах столицы. Хорошей московской традицией стали ярмарочные фестивали, проходящие круглый год. Путешествия в Рождество, рыбная неделя, московское варенье, золотая осень притягивают миллионы жителей и гостей города. На Красную площадь вступают колонны работников транспортных предприятий столицы. Колонну возглавляет председатель профсоюза. Основой транспортной системы города является московский метрополитен, который ежедневно пользуется свыше 8 миллионов пассажиров. Среди мировых транспортных систем столичная подземка уверенно занимает тренирующие позиции по объемам перевозок, интенсивности, движения и уровню безопасности. Каждый год метро приходит в новые районы города и становится ближе для сотен тысяч москвичей. А Московское центральное кольцо, запущенное в 2016 году самое быстрое и комфортное транспортное кольцо в мире. Коллектив метрополитена реконструирует вестибюли существующих станций, модернизирует экскалаторное хозяйство, обновляет подвижной состав. Нынешней весною на линии метро вышли комфортабельные вагоны нового поколения Москва. Мы гордимся московским метро, самым красивым и уютным метро в мире. Внимание! Говорит и показывает Москва. Говорит и показывает Красная площадь. Дорогие москвичи и гости нашей прекрасной столицы, дорогие друзья, товарищи, сегодня 1 мая 2017 года. Россия вновь встречает день международной солидарности трудящихся. На улицах и площадях столицы вновь праздник весны и труда. Трансляцию с главной площади страны ведут народный артист России Евгений Хорошевцев и народная артистка РЗФСР Анна Шатилова. 1 мая в Москве это дух коллективизма и уважения к человеку труда. Это чувство причастности к великим достижениям великой страны. Это преемственности традиции. 1 мая в Москве это демонстрация профсоюзов за социальные права и гарантии. Мы знаем, что только солидарность, сплоченность и добросовестный труд помогут нам преодолеть любые сложности и испытания. Сегодня здесь в сердце России прозвучат наши лозунги и справедливые требования за достойную работу, зарплату, жизнь. Профсоюзы за достойную жизнь человека труда. Профсоюзы за справедливость. За социальную сильную политику нет серым зарплатам, нет снижению социальных гарантий, достойная старость, достойная пенсия, детям право на отдых и оздоровление. Профсоюз твоя защита, в профсоюзе твоя сила. В первомайском шести принимают участие представители всех профессиональных союзов Москвы. строители и учителя, врачи и ученые, служащие студенты, работники промышленности и транспорта, энергетики и связи, торговли и жилищно-коммунального хозяйства, социального обслуживания и культуры, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, победители конкурса профессионального мастерства, московские мастера. В первых рядах демонстрантов председатель Федерации Независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев. Вместе с нами в рядах демонстрантов мэр Москвы Сергей Собянин. В 2017 году в Москве исполняется 870 лет. Это наша юбилейная древняя и всегда столица встречает в трудах, которые приумножают ее славу и достижения. Москва это созидание и развитие. Москва это современные детские сады и лучшие школы. Москва это качественная и доступная медицина. Москва это уютные дворы и прекрасные парки. Москва это быстрый и надежный общественный транспорт. Москва это уважение к прошлому, ценность настоящего и уверенность в будущем. Москва столица Великой России. Лучший город земли Ура! Сегодня профсоюзы Москвы заявляют о своей солидарности со всеми трудящимися в борьбе за достойный труд и социальную справедливость. Девиз Московской Федерации профсоюзов «Единство, солидарность, права человека труда». Мы поздравляем с Первымаем идущих в наших колоннах трудящихся города Москвы и особенно тех, кто удостоен высокого звания Героев Социалистического Труда и Героев Труда Российской Федерации. Человек труда – это основа нашего общества. Профсоюзы выступают за достойный труд и за стабильное развитие. Профсоюзы требуют минимальную заработную плату на уровень не ниже прожиточного минимума. Установить размер государственной пенсии, гарантирующей право на достойную старость. Цель профсоюзов – повышение зарплаты, полная занятость, безопасные условия труда. Вклад в этот праздник. Что такое праздник? Праздник – это демонстрация. Демонстрация нашей силы, нашей организованности, нашей солидарности, нашей воли добиться тех целей, которые мы ставим и которые обязаны выполнять правительство всех регионов правительства России. А именно – достойный труд, достойная заработная плата, достойная жизнь. И мы будем добиваться, чтобы это произошло. Уже есть сдвиги, но они слишком маленькие. Сейчас, тем не менее, нам пытается финансово-экономический блок российского правительства навязать новые налоги, новые поборы, новые несправедливые правила ОСАГО, новые несправедливые сборы, а также несправедливую оплату коммунальных услуг. Но это происходит на фоне не повышения, а иногда и снижения заработной платы. Мы не допустим этого. Это наш твердый голос. Ура! Сегодня на нашем празднике много детей. Я приветствую все молодежь, которые вместе с нами. Конечно, наших ветеранов. Конечно, тружеников наших основных секторов деятельности, как в Москве, так и в России в целом. Особое мое поздравление с сегодняшним праздником нашим детям. Дети, которые со школьной скамьи, со школьных лет принимают участие и будут нести эту традицию дальше. С праздником вас, уважаемые товарищи! Мир, труд, май! Ура, товарищи! Московские профсоюзы выступают за справедливость, достойную жизнь и рост благосостояния москвичей. Вместе с трудящимися столицей в праздничных колоннах демонстрантов идут и профсоюзы Подмосковья. Вместе мы можем больше. На главной площади страны проходят труженики Московской железной дороги. Невозможно представить крупнейший столичный мегаполис без красивых вокзалов, высокоскоростных пассажирских поездов и электричек, перевозящих миллионы людей. Приветствуем железнодорожников Москвы и Подмосковья! Ура! Приветствуем колонну Московского электропрофсоюза! С праздником вас, дорогие друзья! Ура! В рядах демонстрантов работники Московского здравоохранения. Столичная медицина – это современное оборудование и передовые методы лечения. Это повышение доступности амбулаторной помощи и увеличение числа высокотехнологичных операций. Это внимательные, заботливые врачи, медицинские сестры. Продолжительность жизни москвичей превысила 77 лет. Максимальный показатель за всю историю города. Профсоюз работников здравоохранения Москвы выступает за строительство новых больниц и поликлиник. Повышение заработной платы врачей и медицинских сестер. Московским врачам высокий социальный статус. Здоровье людей превыше всего! Дорогие друзья, с Днем Международной Солидарности Трудящихся вас поздравляет председатель Московской Городской Думы Алексей Шапошников. Здравствуй, Москва! Здравствуй, Россия! Сегодня мы с вами здесь, на Красной площади, собрались, чтобы показать, что все мы солидарны, что все мы люди труда. Сегодня в нашей столице, в нашем городе, несмотря ни на что, появляются новые предприятия, новые рабочие места. Московская Городская Дума вместе с трудящимися ставит себе одну задачу. Достойный труд, достойная зарплата, достойная жизнь. С праздником! С Первым Майя! Мы приветствуем на Красной площади московских спортсменов, олимпийских чемпионов и чемпионов мира славу и гордость отечественного спорта. В 2016 году на Олимпийских играх в Бразилии в составе сборной команды России выступили 88 москвичей. Они внесли большой вклад в успешное выступление нашей национальной команды, завоевав 11 золотых медалей российской сборной. Москва – это столица олимпийских чемпионов. Москва – это лучшая спортивная инфраструктура. Спорт – стиль жизни 4 миллионов москвичей. Завтра их станет больше. Потому что во дворах, в парках, в скверах, в спортивных залах и на стадионах у москвичей есть все возможности для активного отдыха и занятий спортом. Больше спорта, больше сил, больше радости, больше здоровья. Доброе утро, москвичи! Доброе утро, друзья! Добрый день, уважаемые коллеги! В этом году, Первомай, мы ждали как никогда долго и с нетерпением. Труд мы ощущали, а вот весна не спешила приходить. И очень символично, что именно на эти праздничные дни весна и труд соединились. С праздником, друзья! Весны и труда! Профсоюз образования – это крупнейшая профсоюзная организация в Российской Федерации. Московская городская организация объединяет около 300 тысяч членов профсоюза. И я приветствую колонну профсоюза образования. В нашей колонии сегодня идут руководители образовательных организаций, учителя, воспитатели, преподаватели, студенты, социальное партнерство, а также уважение прав профсоюзных организаций – это наша основа взаимодействия. Дорогие друзья, у нас в системе образования существует принцип – хочешь получать, зарабатывать больше – показывай высокие результаты. А если нужна помощь и поддержка – обращайся к нам в профсоюз. Сегодня в 95% образовательных организаций существуют действующие коллективные договоры. Их задача – сделать условия труда безопасными. Уровень заработной платы объективно открытый и справедливый, а труд – достойный. Более тысячи преподавателей сегодня участвуют в наших социальных программах по оздоровлению, по спорту, по отдыху. Наш профсоюз молод. Третьего членов – это молодые педагоги. В прошлом году у них родилось более 1 тысячи 100 детей. И они, каждая их семья, получили материальную поддержку от профсоюза. Дорогие друзья, в единстве наша сила. Приходите, вступайте в наш профсоюз. Объединяясь с нами, становишься сильнее. С праздником! Ура! В прошлом году московские школы взяли новую высоту. По уровню читательской и математической грамотности столичные школьники вошли в десятку лучших в мире. 150 московских школ входят в число 500 лучших школ России. 700 москвичей стали победителями и призерами Всероссийской Олимпиады. А 9 самых ярких и талантливых московских ребят взяли золото на международных олимпиадах школьников. Мы гордимся столичным образованием. Это талантливые учителя и успешные выпускники. Это новые школьные стадионы и спортивные площадки. Это лучшие в мире детские сады. Это особая забота о детях и инвалидах. Это достойная оплата труда и высокий престиж педагогов. Профсоюз работников образования требует увеличения финансирования школ и детских садов. Инвестиции в образование – лучший вклад в будущее Москвы и России. Московским школам – самые современные информационные технологии. Учим детей, растим граждан, воспитываем патриотов. Учительскому труду – почет и уважение. Ура! Приветствуем студентов и преподавателей славных столичных вузов. Профсоюзы Москвы требуют повышения социальных стипендий для нуждающихся студентов. Расширение городской стипендиальной программы для студентов, участвующих в проектах правительства Москвы. Развитие связей со школами. Вчера школьник, сегодня абитуриент, завтра студент. Сохранение льготного проезда на общественном транспорте. Больше возможностей для студенческого спорта и культуры. Больше простора для реализации молодежных инициатив. Поздравляем работников образования и науки с праздником весны и труда. Ура! Дорогие друзья, в 2017 году исполняется 25 лет, как московские профсоюзы заключили первое трехстороннее соглашение о социальном партнерстве с работодателями и правительством Москвы. Все эти годы наше партнерство определяло социальное самочувствие столицы. Вместе мы удержали безработицу на минимальном уровне. Вместе помогли тысячам людей найти новую работу. Вместе решали вопросы роста оплаты труда. Вместе добивались повышения пенсии и пособий. Вместе сохранили уникальную систему детского отдыха. Вместе создавали условия для повышения квалификации специалистов. Мы боролись с рейдерским захватом предприятий за восстановление. Слава московским спортсменам, достойным продолжателям победных традиций отечественного спорта. Ура! На Красной площади проходит колонна работников жилищно-коммунального хозяйства Москвы. ЖКХ – жизненно важная сфера города, отвечающая за тепло и свет в домах москвичей, за чистоту дворок и дорог, за красоту улиц и парков. Это огромный объем работы, с которой успешно справляются полмиллиона работников ЖКХ столицы. Сегодня в рядах демонстрантов работники МОСГАЗа, МОСВДОКАНАЛА, МОЭКО, МОСЛИФТА, МОССВЕТА, МОСЗЕЛЕНХОЗА, МОСКОЛЕКТОРА, МОСВДОВОСТОКА, КОРМОСТА, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ и других коммунальных предприятий столицы. В первомайских колоннах работники районных учреждений «Жилищник», управляющих компанией и подрядных организаций. ЖКХ Москвы работает качественно и надежно, без аварий и происшествий. В московских домах всегда есть свет, тепло, вода – три главных источника уюта и комфорта. Дорогие друзья, вас приветствует председатель профсоюза муниципальных работников Москвы Сергей Чаловий. Дорогие москвичи, сегодня я приветствую работников жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы. Низкий поклон тем, чьи руки сделали из Москвы чистый, уютный, красивый, удобный для жилья город. Каждый москвич привык к комфорту, когда из крана всегда льется горячая, холодная вода, когда люстры вспыхивают ярким светом, а к каждой газовой плите проходит, подходит бесперебойно газ, а улицы чисты и уютны. Дорогие друзья, это ваш самоотверженный труд. Огромное вам спасибо. Я горд тем, что вы поручили мне защищать ваши права и интересы. Да, у нас еще есть недостатки и трудности. Есть проблемы с обеспечением работой. Есть проблемы с уровнем зарплаты, с охраной труда. Но я уверен, что профсоюзы Москвы совместно с объединением работодателей и правительством города сделают все возможное для благосостояния москвичей. Профсоюзы требуют достойной работы, достойной зарплаты, достойной жизни каждому москвичу. Мир, труд, май! Да здравствует Первый май! Ура! Правительство Москвы продолжает масштабную программу благоустройства города. В 2017 году новый облик получат свыше 80 улиц столицы. На Тверскую заставу вернется трамвай и вновь станет на свое место буревестник революции Максим Горький. Уют и комфорт вернутся на Садовое и Бульварное кольцо. Новая пешеходная зона свяжет Лубянку с Политехническим музеем и Линским сквером. Возле Храма Христа Спасителя и Пушкинского музея появится больше места для отдыха и прогулок. Парк ремесел, парк знаний, парк аттракционов, ландшафтный парк и другие парковые зоны будут созданы на ВДНХ. А в центре Москвы в двух шагах от Кремля откроется лучший в мире парк Зарядье. Набирает обороты программа капитального ремонта жилья. В 2017 году будут полностью заменены отслужившие свой срок устаревшие лифты. Правсоюз муниципальных работников поддерживает планы благоустройства Москвы. Мы за достойную жизнь в красивом городе. Мы за парки и пешеходные зоны. Мы за комфорт и уют в наших домах и дворах. Капитальный ремонт жилья качественно и взрок. Москвичам качественные услуги ЖКХ. Работникам отрасли достойную зарплату и безопасные условия труда. С праздником, дорогие друзья! С Первомаем! Ура! Роман Корректор А.Кулакова Праздничное шествие продолжает колонна работников образования. Дорогие друзья, вас приветствует заместитель председателя Московского профсоюза работников народного образования и науки Константин Кужев. Обеспечение выполнения трудового законодательства. Да здравствует 1 мая! Мир, труд, май! Ура! За достойную работу, зарплату, жизнь. Профсоюзы за достойную жизнь человека труда. Профсоюзы за справедливость. За сильную социальную политику. Нет серым зарплатам. Нет снижению социальных гарантий. Достойная старость, достойная пенсия. Детям право на отдых и оздоровление. Профсоюз твоя защита. В профсоюзе твоя сила. Мы поздравляем с 1 маем идущих в наших колоннах трудящихся города Москвы. И особенно тех, кто удостоен высокого звания Героев социалистического труда и Героев труда Российской Федерации. Человек труда – это основа нашего общества. Профсоюзы выступают за достойный труд и за стабильное развитие России. Ура! Дорогие друзья! Вас приветствует председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев. Здравствуйте, дорогие москвичи! Здравствуйте, уважаемые гости столицы! Мне выпала большая честь приветствовать вас от имени Московской Федерации профсоюзов. И пожелать вам добра и благополучия. Достойно отпраздновать Международный день солидарности трудящихся. Праздник весны и труда. 1 мая! Ура! Ура! Сегодня нам есть что отмечать и чем гордиться. Ибо здесь, на Красной площади, люди, которые своими руками, сердцами, умами, волей делают наш город более краше, достойнее. Нашу страну могучей и непобедимой. Да здравствует Россия! Слава человеку труда! Ура! Ура! Все, что нами сделано, сделано благодаря пожилым, а ныне ветеранам. Честь и слава ветеранам труда и войны. Все, что нами делается, делается для детей. Так пусть же счастье, достойная жизнь и желание творить вместе, в едином порыве, дарует нам новые и новые победы. Да здравствует человек труда! Слава России! Слава городу-герою Москве! С праздником, дорогие товарищи! Мир, труд, май! Ура! Дорогие товарищи, вас приветствует председатель Федерации независимых профсоюзов России, Михаил Шмаков! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, товарищи! С праздником вас! С нашим праздником! Днем международной солидарности трудящихся! Сегодня этот праздник празднуют более чем в 140 странах мира. И на вопрос, в чем солидарность трудящихся мира, я всегда отвечаю, солидарность трудящихся мира в одном, в той несправедливости, которую принесла во все страны так называемая глобализация. Глобализация, которая рядилась достаточно красивой одежды, но тем не менее во все страны приносит сокращение заработных плат, нищету, наступление на права трудящихся. В этом и есть солидарность. Все страны, трудящиеся всех стран, демонстрируют свое непринятие подобной политики. Сегодня в России мы празднуем этот день традиционно в наших колоннах более 2,5 миллионов граждан России, активистов профсоюзов. Праздник начался на Дальнем Востоке, на Камчатке, на Сахалине, во Владивостоке. Там прошли 30-40 тысячные митинги и шествия. Самое грандиозное шествие прошло по Вантовому мосту во Владивостоке, где 45 тысяч участников демонстрации прошли, кроме своих площадей и улиц, по этому мосту над заливом. Поэтому, конечно, наша 100-тысячная демонстрация в Москве внесет свой...